КОНЕЦ Исламбек Валуа учился в школе номер 3 имени Шуканова Алиханова. Мы – будущее Казахстана, так все говорят, но мы – его настоящие. КОНЕЦ Здравствуйте, меня зовут Булат Медеев, я учусь в 47-й школе в 9-м классе. Сегодня на очередном уроке Аратского мастерства мы с ребятами хотели бы разобрать статью главы государства Ельбасы «Семь граней Великой Степи». В целом в статье наш Ельбасы хотел бы выразить и вспомнить наше прошлое, то, что происходило на нашей Великой Земле, на нашей Великой Степи, и также применить опыт прошлого в настоящем для того, чтобы построить наше светлое будущее. Не надо забывать, как все начиналось. И я думаю, что национально-бишу Назарбаев хочет просто дать понятен удержи, что надо помнить свое прошлое. Селеми, сме, менің аты жөр, Сейтғалиева Мерамкур, мен номер 35-й орта мектебінің 10-шылысыны бұқышысы мін. Селемист эр, менің жөрін, бивит лойылдас, және мен 45-й мектебтің тоғының бұқышысы мін. Бұл бездің кітабымыздың басты тақырыбы, ол біздің ата-бабамыздан қалған муралы жайлы ой қозға болып табылады. Особенность 86 стихи туралы, чем очень много стариковой формы у нас появились. После этого мы уже указаны, что мы иначе неизвестно, это было, что мы иначе. Возможно, урхани жангыру арктирует. Но и то, в прошедшем, что ты делаешь. И что, мой папа Рамаз. И пока он получился. Но и тот был прятал день? Возможно ли это? Это было, мой таблиц? Хлебок в нашей маме и для наших орицательных языков. Чтобы понимать егоeger. И он по поводу того чтобы не было так. Поэтому мы нашли Бога. Здравствуйте, меня зовут Раева Дельнас, я ученица 9-го М-класса, школа номер 16 имени Закия Ахметова. Селивенцы термин, меня джин Самат Нейла, номер 46-шу ортаметтерының 10-шу М-сыны Боқушысын. Казыргы ол біздің болашағымыз. Болашақ ол, ежелгі дәстір. We are future of Kazakhstan, and in the same time, we are present. Здравствуйте, меня зовут Крамангалия Вайшет, я ученица 10-го класса, школа номер 3 имени Шахану Алиханова. Сегодня мы все вчитываемся в статью 7 грани степи. Пространство – мера всех вещей, время – мера всех событий. Когда смыкаются горизонты, пространство и времени, начинается национальная история. И это не просто красивый афоризм, и это правильный подход, позволяющий понять свои истоки, да и всю национальную историю во всей глубине и сложности. История Казахстана также должна быть понята с высоты современной науки, а не по ее отдельным фрагментам, и для этого есть убедительные аргументы. Пространство и время национальной истории. Наша земля без преувеличений стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры. Многие из того, без чего просто немыслимо жить в современное общество, было в свое время и собретено в наших краях. В своем развитии насельники СТПС открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. Летопись сохранят немало известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных просторах Евразии. Одной из грани, которую отметил наш президент, является деревня металлургии Великой Степи. Изобретение способов получения металлов открыло новую историческую эпоху и навсегда изменило ход развития человечества. Казахская земля, богатая многообразными металлами и рудами, также стала одним из первых центров проявления металлургии. Еще в глубокой древности на землях центрального, северного, восточного Казахстана возникли очаги горнорудного производства и выплавки бронзы, меди, свинца, железа, серебра и золота изготовления листового железа. Золотой человек. Сенсационным для мировой науки открытием, позволившим по-новому взглянуть на наши истоки, стал найденный в Казахстане в 1969 году в Истыке «Золотой человек», именуемый в кругах ученых-искуссоведов казахстанским Тутон-Хамоном. «Войн повидал нам о многом. Наши предки создавали художественные творения высочайшего уровня, до сих пор поражающего воображения. Искусное золотое обличие воина указывает на уверенное владение древними мастерами техникой обработки золота. Она также открыла богатую мифологию, отражающую силу, эстетику степной цивилизации». Колыбель тюрковского мира. Большое значение для истории казах и других народов Евразии имеет Алтай. Испокон веков это величественные горы, не просто украшали земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков. Именно здесь в середине тысячелетий зародился тюркский мир, и наступила новая эпоха, и в жизни в Великой степи. Великий шелковый путь. Уникальное географическое расположение Казахстана в самом центре евразийского материка. В древнейшие времена способствовали возникновение транзитных коридоров между различными странами, цивилизациями. Начиная с рубежа нашей эры, это сухопутные маршруты трансформировались в систему Великой шелковой пути. За годы независимости проведена большая работа по изучению прошлого нашего народа. Успешно реализована программа Мадзине Мурам, которая позволила восстановить забытые фрагменты исторической хроники. Однако многие документальные свидетельства о жизни предков и их уникальной цивилизации, и документальные свидетельства о жизни предков до сих пор не введены в наушный оборот и ждут своего часа в многочисленных архивах по всему миру. Наши профессиональные батыры, мыслители и правители, достойны стать примером для продолжения не только в Казахстане, но и во всем мире. У народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее, город из Запорожья, программичная оценка настоящего и позитивного взгляда будущего. Вот залог успеха нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok